Глава десятая Книги Прока и Иеремии Слушайте слово, которое Господь говорит вам, Дом Израилев. Так, говорит Господь, не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамени небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотком, чтобы не шаталось, они как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут, не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного Тебе, Господи, Ты велик, и имя Твое велико могуществом. Кто не убоится Тебя, царь народов, ибо Тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного Тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы, пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из фарсиса, золото из уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них гиацинт и пурпур, все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так, говорите им, Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По голосу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий человек в Своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом Своим, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог Его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия Его, имя Его Господь Саваоф. «Убирай с земли имущество Твое, имеющее сидеть в осаде, ибо так, — говорит Господь, — вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе подлинно, это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их, некому уже раскинуть шатра моего и развесить ковров моих. Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступили, поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города иудеи сделать пустынью, жилищем шакалов. «Знаю, Господи, что не уволит человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня. И злей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего, ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилища его опустошили». Субтитры создавал DimaTorzok